Всем доброго времени суток, дорогие друзья! И сегодня у нас очередное видео собрание и сочинение самых тупых вопросов на свете или то, о чем нам пишут пользователи вернее, мне пишут а мне приходится иметь с этим дело Ну так, начнем зачитывать потихоньку наши письмена Так, и первое письмо у нас от Сырой Сырожа у нас тут одна Этот самый, именник или как его там, я уже забыл Короче, ладно Так, Сырожа нам пища Скажите, прием витаминов, витамин с туриноболом Чего? Нормально или перебор? Спасибо Витамины с АС, как бы, ну, витамины вообще имеет смысл принимать всегда поэтому они никак друг на друга негативно не влияют Так что можно принимать Не вижу никаких проблем Следующий нам пишет Ваня Иван, тебе в карман Так, сам по себе эктоморф купил креатин моно Много где считал, что креатин немного подливает водой Ну, в том, что он, наоборот, меня рельефит, что ли Почему так? Почему он меня не заливает водичкой? Да ничего страшного, если он тебя водой не заливает Это наоборот хорошо, что ты не жреешь, водой тебя не льет И это замечательно Радуйся, в чем проблема, вообще не понимаю Так что, все в порядке у тебя, Иван Так, следующий нам пишет Виталий Добрый день, купил препараты компании Здоровье А, это... Здоровье, это такой украинский производитель фармакологии Так, Йохимбина гидрохлорид, ё-моё Прочитал отзывы, ну-ка, теперь думаю Стоит ли мне принимать, если цель моя сжечь подкожный жир до нормы Сейчас вес 106 килограмм Бока есть, живот, в остальном все нормально Занимаюсь 3-4 раза в неделю Сейчас больше кардио и интенсивной тренировки по калориям Мне более 1200 килограмм в сутки Воды около 3 литров Пью омега-3 и мелдранат Можили попробовать Йохимбин и сколько раз в день И сколько курсы, побочные эффекты, какие могут быть За побочки там особо можно не переживать Потому что Йохимбин, это можно так сказать Не то чтобы БАТ, но это довольно такой слабый препарат Вообще он считается типа афродизиаком Но на жиросжигание лишнего он не будет Он все-таки немножко помогает По поводу курса приема Я советую принимать его по 10-20 миллиграмм в сутки Разделять на два приема То есть принимать утром и перед тренировкой И будет замечательно Ну и самое главное это соблюдать диету белковую И тогда у тебя будет результат В ином случае результата не жди Так, следующий, сказал заведующий Че у нас там? Ленка нам пишет Лена А если ты новичок веса смешанная Да еще и осевую нагрузку Есть ли смысл в приеме креатина Или надо дойти до какого-то определенного уровня Мышцы хочу нарастить Потому что от сидящей работы все атрофировалось Выступать и бить рекорды силы не собираюсь Я не знаю откуда я это беру Что надо там 10 лет позаниматься сначала А потом только принимать пищевые добавки Там протеин, гейнер, креатин или еще что-то Ты это сразу можно принимать Тот же креатин есть в мясе практически во всем То есть люди, которые там натуралы рассказывают Что они там якобы креатин какая-то химия Они сами на этой химии сидят, когда жрут мясо То есть вообще все химия И креатин можно принимать с самого первого дня тренировок Даже если ты там вообще новичок Никогда спортом не занимался Лишним он точно не будет А здоровью он поможет Поэтому обязательно принимайте Для того, чтобы поддержать свой организм Для того, чтобы ему помочь Ведь он не способен брать из ничего себе Какие-то макро и микроэлементы КБЖУ тоже он из воздуха брать не может Ведь пища это тоже помощь, правильно? Должно быть хорошее питание Соответственно принимайте какие-то добавки концентрированные Так что принимайте, не вижу никаких против Так, пишет нам Роман Хочу узнать, сколько примерно смогу поднять в силовых На соло Туриноборя Курс первый, поэтому комбинировать не хочу Сколько удастся в силе прибавить на жиме лёжа Жму 55 кг на 10 раз И подъём на бицепс, если делаю 16 кг на 10 раз Блин, да я не ванга, чтобы предсказывать вам какие-то результаты На картах не гадаю На протеиновой гуще тоже Поэтому это всё очень индивидуально Сколько ты там поднять сможешь веса Сколько набрать своего веса сможешь Всё практическим путём Так Кто там у нас следующий Андрей Можно ли каждый день пить быца Разбавляя в бутылку 1 литр Это может на давление влиять или вреден Никак быца не вредны И на давление вообще никак влиять не могут И да, можно их разбавлять в бутылку Я тоже так делаю, допустим Заколотил себе на целый день баклаву Или там на несколько дней и пью потихоньку Чтобы постоянно не мучиться Вот это, блин, по порции там Выпивать что-то там, смотреть Да всё это фигня Вот, то есть можно разбавить И возить с собой можете Вообще, я с собой не возил У меня в холодильнике стоит Поэтому как бы По этому поводу я вообще особо не заморачиваюсь Так что разбавляйте и пейте потихоньку Нет никаких проблем Так, что там у нас дальше Опять Иван пишет Привет, хочу сдать кровь на проверку от глистов Могут ли они по этим анализам понять Что я нахожусь на курсе Не хочу, чтобы просто это знали Да даже если узнают Иван нам передает Иван, кому какая нахрен разница На чём ты там сидишь Или что-то делаешь Бухаешь, принимаешь наркотики Это твоё личное дело Что ты там делаешь Чтобы определить Есть у тебя там какие-то вещества в крови Для этого нужно делать специальные тесты Которые в больнице не делают И они не смогут определить Что ты там принимаешь Единственное, что Когда ты там сдаёшь, допустим, кровь на гормоны Да, можно определить в принципе По уровню эстрадиола По уровню этого самого тестостерона Сидишь ты на курсе или нет Но это такой косвенный тест То есть понятное дело Что если у тебя там в разы завышены показатели по тестостерону Тут уже как бы к гадалке не ходи Да, сидишь на чём-то Ну а так в принципе пофигу Можешь сдавать анализы Ничего они там не определяют Ничего они там не увидят И как я уже сказал Для этого нужно сделать совсем другие тесты Которые в больнице не делают Ну а по поводу с глистами Конечно глистов надо лечить Иван Вернее не глистов надо лечить А их нужно уводить Не надо их лечить А то мало ли И кстати на курсе А то вдруг они ещё станут такими сильными Блин, как ты там Прямо этот самый На анаболиках отрастут Тебе потом задницу раздерут Так что быстрее там давай выводи их Для этого кстати таблетки даже есть специальные Можешь в аптеке их купить В каждой аптеке сейчас продаются Таблетки с глистовкой Для детей так и для взрослых Так Что у нас там Это Ивана Так Дмитрий Как грамотно курсануть метаном Чтобы гина не поймать на курсе И в дальнейшем сильных проблем не было Всё зависит от дозировки Если у тебя завышенные дозы Там очень большие То да Есть шанс поймать гина Но это не всегда И опять же На соло метане Гина Ну блин Если ты там будешь принимать Я не знаю По 300 миллиграмм в день Ну тогда да Быть может Будет гина А если по 20-30 Или даже 40 миллиграмм в сутки Гина не будет Это точно Так что можешь даже По этому поводу Не волноваться А если будешь волноваться сильно Если действительно будут Какие-то побочные реакции Тогда Держи под рукой Анастрозол Пригодится Или этот Литрозол В аптеке можно купить Так Что там нам Следующий 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 Евгений нам пишет Протеин и гейнер Есть ли от них вред Ух Нет от них вреда Долго по этому поводу Распыляться не буду Потому что Это уже не первый человек Который Такое пишет Блин Это Я не знаю вообще Ну блин Я уже устал комментировать По этому поводу Что-то То есть Оставляю на ваш самосуд Так Пишет нам Роман Здравствуйте Если сделать курс Станозол Плюс аксандралон Будет ли двойной эффект Как при раздельных курсах Этих препаратов Например Если аксандралон Приму Плюс 15 А Например Если аксандралон Подниму Подожди Например Если С Аксандралоном О Подниму Плюс 15 кг К жиму И от венстрола Тоже Будет ли при комбинировании Плюс 25 кг Сжима Роман Это так не работает Если блин Ты думаешь Что включишь 10 разных препаратов И они тебе дадут Плюс 50 к жиму Каждый Это глупо Вообще Я такое Блин Первое читаю И как бы Это тупизм Дело в том Что Свои физиологические возможности Не перепрыгнешь И для того Чтобы достичь Какого-то результата Нужно заниматься И упорно работать А на это Нужно время Поэтому Даже с анаболическими препаратами Если там 1, 2, 3, 4, 5, 10 Их будешь принимать Быстрее Результат От этого Расти не будет Так что Все от твоих Как говорится Генетических способностей Зависит А препараты Они лишь Усиливают Твой генетический потенциал Что ты можешь делать Ну как бы Что они могут дать тебе Уже на выходе Скажем так В конечном итоге Так Пишет нам Эдуард Здравствуйте Скажите пожалуйста Обязательно мне протеин Брать с генером Как я читал Что углеводы Для восстановления мышц Что без восстановления мышц Не будут расти А если использовать Диземины для восстановления ВБЦА К примеру А не углеводы Подскажите пожалуйста А то покупать Высокобелковый генер Дорого Покупать по отдельности Протеины Генер высокоуглеводный Тоже дорого Подскажите как поступить Вообще Можешь даже генер Блин и не брать Потому что ну это обычные углеводы Какое восстановление Там от них Блин может быть Отлично Какой-то От тех же макарон По-моему Макароны Гораздо более Привлекательные углеводы Чем генер Потому что там Мальтодекстрина А макароны Это скажем так Более медленные углеводы И по качеству Они будут получше Ну понятно Дело что углеводные смеси Это как бы удобно Потому что не всегда Есть время готовить И перед тренировкой Это можно выпить И буквально сразу заниматься А когда ты пожрешь макаронов То придется час или два Ждать чтобы они там переварились И тогда уже можешь идти на тренировку Для быстрого восстановления БЦА Опять же это все БАДы Обычные пищевые добавки Если хочешь быстро восстанавливаться И хорошо себя чувствовать Возьми себе милдранат Вот такая вот тема Так Следующий Антон нам пишет Здравствуйте Приболел Шестидневный курс Турика А приобрел Шестидневный курс Турика Планировал только один раз Так прокурсить и все И отсюда вопрос Начнут ли падать Силовые после отказа от него Зал бросать не планирую Или его нужно Будет принимать периодически Все набранное Сверх твоих физиологических возможностей С помощью определенных веществ Оно по-любому будет падать Потому что организм Столько гормонов Не вырабатывает сам Да Ему как бы ну Ну так устроен организм Поэтому все набранное Обязательно будет падать То есть откат по-любому неизбежен И для того чтобы поддерживать форму Нужно периодически проводить Определенные курсы Так что от этого никуда не деться К сожалению Это так же самое Как с поддержанием массы Допустим Если ты питаешься хорошо Масса стоит Как бы или даже растет Питаешься плохо Масса начинает падать Вот здесь То же самое отношение Как бы Имеется Ввиду и к Анаболическим гормонам Так что Физика Что у нас там Дальше Дальше нам пишет Опять Серега Добрый день Я хотел уточнить О спортивном питании В частности Протеин Креатин БЦА И так далее Я 6 лет назад Вылечился от Онкологического заболевания В следствии лечения Посадил себе здоровье Общаясь В НИИ Гастроэнтерологии С врачом Нутрициологом Я уточнил Про спорт питания Она сказала Что лучше не принимать Спортивное питание Для организма Будет только хуже Общим А без спортивного питания Я не могу восстанавливаться Постоянно болят мышцы И чувствую что Нет Нет Подпитки для них И Что посоветуете Вообще Скажите по этой ситуации Правда ли Что спорт питания Отрицательно влияет На организм В целом Ой Я уже не первый раз Сталкиваюсь с подобными Письмами И сам сталкивался С этими тупыми врачами Которые мне рассказывали О том Что протеин Это очень плохо На мой вопрос Чем отличается Сывороточный белок В протеине От сывороточного белка В сыворотке Они сказали Ну это же не естественно Ёб твою мать Вот возьми Вот там кусок мяса Вот там это Пятое-десятое Начали какую-то ахинею Вообще заливать То есть Я не знаю Блин По-моему Надо как-то Психолог Этот самый Механизм отбора В больницу проводить Через психологов И по поводу знаний И по поводу этого тоже Потому что Когда врач несет Такую хрень Нужно задуматься О компетентности И вообще Здравомыслии этого человека Потому что Те же протеины Те же пищевые добавки Обычно Это всего лишь Пищевые концентраты Никакого вреда Они не несут И хоть ты килограмм Этого протеина Сожри Ничего тебе не будет Потому что Это обычная пища И добывают Добывают его Из обычных продуктов Так что Можно принимать Принимай обязательно Бери себе Креатин Бери себе БЦ Бери себе Протеин Углеводы Можно из пищи Получить В достаточном количестве Также можно взять Еще Вдобавок Онкология У тебя там была Ну в принципе Мелдранат Кстати тебе можно Мелдранат Можно принимать И очень для сердца Даже будет полезно Так Следующий Леня пишет Так Леня Очень интересно Но мой тренер Говорит что Можно есть Все подряд Но ходить на тренировки И будет прогресс Потому что На тренировках Все сжигается У меня как-то Не укладывается Это потому что И здесь И на других Спортивных сайтах Написано обратное Ну и Из жизни спортсменов Я знаю Что они всегда На жесткой диете Не всегда Они на жесткой диете Четмилы Максимум раз в неделю И то реже Вопрос еще Про сушку Правда ли Что сушку Нужно проводить Только в теплое время года Как это Делают бодибюдеры А в холодной Она неэффективна И противоестественна Какого лешего Она вообще Может быть Противоестественной Человеческий организм Человеческое состояние Набор массы Или сброс веса Не зависит От времени года Это может показаться Как бы правильным Что Ну неправильным А типа оно так и есть Что вот человек зимой набирает А летом он худеет Видно какие-то там часы Есть там еще что Нет Почему человек зимой Набирает вес Потому что он становится Менее активным На улице Халатун Такой Что блин Туда не выйдешь Яйца мерзнут Так что блин Вообще Сейчас термоточную Блин Сожмутся От холода Поэтому активность В зимнее время Она снижается И человек сидит В основном дома Ну и что он Что он дома делает Смотрит телевизор И сидит за компьютером И жрет Вот и набирает вес А летом Мы становимся Более активными Вот У нас гормоны Бьют Значит Постоянно Этот самый Погонят за самками Или самками Самки за самцами Бегают Летом Все становятся Более активными Ну и на улицу Хочется гулять Выходить Потому что Тепленько Все хорошо На пляж Там еще куда-нибудь Сходить Во время жиры Кстати Меньше хочется жрать Да и вообще Об этом меньше думаешь Потому что занят чем-то Постоянно ходишь Постоянно где-то В прогулке И мы сбрасываем вес Так что Это в принципе По физиологии Время года На наш организм Не влияет Тут больше Какие-то Действенные факторы Активность Мы проявляем Хочется нам выходить На улицу Или не хочется Вот Поэтому здесь Сушку можно проводить В любое время года Хоть зимой Хоть летом Хоть весной Хоть осенью Не важно Это не противоестественно Противоестественно Блин Весить 300 килограмм Вот это Противоестественно Так Ну что Вопросики у нас На сегодня Закончились Я тут натридел На целых 18 минут Надеюсь Вас сильно не утомил Может быть Даже чем-то порадовал Так что Вот такое у нас Сегодня Видео было Дорогие друзья Надеюсь Еще что-нибудь Сниму Если мне не будет Лени Я в последнее время Обленился Хотя для техно-блога Я там себе Видосики делаю Потихоньку Но Надо как-то Себя взять в руки И все-таки Начать Заниматься Спортивным Каналом Так что Подписывайтесь на наш канал На канал Дорогие друзья Ставим пальчик вверх Жмем на колокольчик До новых выпусков